Привет всем любителям физики и физических экспериментов. С вами Андрей Щетников и сегодня мы поговорим о так называемой шланговой неустойчивости. Каждый может представить себе пожарного, который держит в руках бронзбойд, причем он делает это неловко, держит не за самый конец. И тогда свободная часть бронзбойта, по которой бьет вода, начинает раскачиваться из стороны в сторону. У меня такого бронзбойта ед, но есть вот этот шланг, мы подали по нему воду, теперь я отпускаю его конец, и шланг начинает раскачиваться из стороны в сторону. А мы поговорим о том, как возникает эта неустойчивость, почему и посвящены исследования и целые монографии, почему это важно, как ее подавить в тех ситуациях, когда она вредна и наоборот, как ее можно практически использовать. А теперь мы проведем опыт в лабораторных условиях, но предварительно я хочу сделать несколько замечаний. Замечание первое. Для того, чтобы произвести раскачку колебаний, не обязательно по шлангу должна течь вода, может течь и воздух. Вот для этого приготовлена установка и на такую раскачку мы сейчас посмотрим. Замечание второе. Некоторые могут сказать, что эта раскачка происходит из-за того, что шланг изогнут. В самом деле, а где бы я взял совершенно прямой шланг? Ведь шланги предварительно скручены обычно и очень сложно его распрямить полностью. Ну и из-за того, что он изогнут, из него вылетает здесь реактивная струя и она отклоняет шланг. Именно поэтому возникает неустойчивость. Но давайте поглядим, что происходит. Я включаю воздуходувку. Шланг действительно сначала отклонился реактивной струей, но подождем небольшое время. И смотрите, он качается все сильнее и сильнее. Причем эта раскачка происходит в плоскости перпендикулярной той плоскости, в которую он был загнут. И вот вы видели, насколько сильно раскачался шланг. Ну и понятно, что реактивная струя здесь ни при чем. Она создала лишь первичное вот такое отклонение. И замечание третье. Ну, надо сказать, что и при протекании воды, и при протекании воздуха скорость воздуха и воды должна быть достаточно большой. Имеется порог раскачки колебаний. Если скорость меньше, чем эта порога величина, то даже если мы качнем предварительно шланг со струей, он успокоится и будет висеть в неподвижности. Ну и в целом, вот такого рода колебания, которые, так сказать, подкачивают энергию в себя. Ну, здесь у нас имеется струя воздуха, а энергия из этой струи перекачивается в колебания шланга. Вот такие колебания называются автоколебаниями. Ну и у нас есть ряд роликов о таких автоколебаниях, в том числе и об автоколебаниях в гидродинамических системах. Например, у нас есть ролик о том, как Токомский мост был разрушен при его обтекании воздухом. Ну, когда мост качался на мосту сверху и снизу, срывались вихри, и эти вихри усиливали раскачку. Ну и ролик об этой катастрофе вы можете посмотреть. Или это такой случай, когда имеются два потока жидкости или воздуха, один относительно другого, и на границе возникают завихрения, так называемая неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. Ну и вот эта неустойчивость с раскачкой шланга, шланковая неустойчивость, тоже относится к автоколебаниям, ну и мы будем ее дальше обсуждать. А еще здесь же можно сказать, что на страничке Оливье Радаре, специалиста по такого рода взаимодействию упругих шлангов и текучей по ним жидкости или газа, я нашел вот это видео. Замедленная съемка колебаний шланга, происходящих, ну как видно, то в одну, то в другую сторону, и насколько я понимаю, здесь исходный шланг был достаточно прямым. Ну и здесь же можно спросить, а в связи с чем профессионалы занимаются рассмотрением такого рода неустойчивостей? Ну а дело в том, что эти неустойчивости могут возникать при быстрой передаче жидкостей и газов, не обязательно в резиновых, может быть даже в тонких и тонкостенных металлических трубочках, тоже своего рода шлангах, но эти дела встречаются прежде всего в разной ракетной технике, где по шлангам надо перекачивать быстро, большое количество горючего и окислителя, и если шланг начнет или там трубка начнет вот так колебаться, понятное дело, что для ракеты это очень плохо, а поэтому нужно быть уверенным, что таких колебаний не будет происходить, а для этого их надо изучать. А теперь мы поговорим о действующих в шланге силах. Но прежде всего, когда шланг сгибается, в нем появляются силы упругости, стремящиеся его распрямить. И эти силы стабилизируют шланг, а не раскачивают его. Теперь, когда по изогнутому шлангу движется с какой-то скоростью жидкость, эта жидкость напирает на внешний обвод шланга и упирается в него. Шланг заставляет жидкость поворачивать, сила, с которой шланг действует на жидкость, ее, естественно, называют центростремительной, а жидкость упирается в шланг, и эта сила направлена вовне, и эту силу, естественно, называют центробежной. Но такая центробежная сила не вызывает колебания шланга. Если она была бы сильна, то она смещала бы шланг все дальше и дальше. Но она не может двигать шланг в ту и в другую сторону. И здесь надо понять, что в движущемся шланге имеется еще одна сила. Вот представьте себе, что по шлангу течет жидкость, бежит с некоторой скоростью, а мы заставляем шланг поворачивать. Но жидкость-то хотела бы двигаться дальше по инерции в том направлении, в котором она и двигалась. Поэтому она начинает смещать шланг в перпендикулярном направлении. И такая сила, ее, естественно, называть кориалисовой силой, и именно кориалисова сила, и является той силой, которая отвечает за раскачку колебаний в шланге. Ну, конечно, вкупе со всеми остальными силами. И силами упругости, и центробежными силами, возникающими на изогнутых участках шланга. А теперь мы поговорим о том, как похожий эффект применяется с пользой для дела в так называемом кориалисовом рисходомере. Основу этого устройства составляет изогнутая труба, в которой возбуждаются колебания специальным электромагнитом. И если жидкость по трубе не течет, то датчики на входе и на выходе показывают, что эти части трубы колеблются в одной фазе. Но если по трубе течет жидкость, то именно в силу шлангового эффекта колебания на входе и выходе перестают быть сфазированными, и по разности фаз можно судить о том, с какой скоростью жидкость течет по трубе. А теперь я хочу задать вам заключительный вопрос, который отчасти согласуется и с некоторыми нашими предыдущими роликами, и с роликами, которые мы еще собираемся снимать. Ну вот я здесь снова подсоединил все тот же шланг жесткой трубки, чтобы удобнее было держать. Когда я в эту трубку дую, шланговая неустойчивость раскачивается очень быстро. Но посмотрите, если я подниму это же устройство и начну всасывать в себя воздух. Примерно с такой же силой, но никакой шланговой неустойчивости при этом не развивается. И спрашивается, почему? Ведь, казалось бы, на изогнутых участках действует все та же центробежная сила. И если бы я чуть-чуть подкачнул шланг, то начала бы действовать в движущихся участках кориолисовая сила. И тем не менее, никакой шланговой неустойчивости нет. И было бы хорошо, если бы вы попробовали это объяснить. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!